Начнем выпуск с актуальной предвыборной темы. Ушел и не вернется. Кандидат в депутаты Госдумы от партии Коммунист России Михаил Косарев покинул предвыборную гонку. В бурятском избиркоме пояснили, что партия сама отозвала кандидата. Также отметили, что Косарев участвовал в выборах только номинально. На деле Москвич посетил Бурятию лишь когда подавал заявление об участии, а больше в республике не появлялся. Это было заявление партии, которое в рамках закона о предметности отзыва или аннулирования регистрации полномочия этой партии есть. На основе этого заявления было принято нами постановление об аннулировании его регистрации. Мы, приняв это решение, приняли его 13-го, проинформировали его. И он вчера прислал нам документ, что ознакомлюсь, спасибо. Сам же кандидат придерживается другой точки зрения. В интервью порталу Today он заявил, что сам снял свою кандидатуру. Причина тому использование административного ресурса в поддержку Алдара Дамдинова. В такой ситуации я считаю бессмысленным свое дальнейшее участие в борьбе за депутатский мандат и добровольно снимаю свою кандидатуру с выборов. Прошу считать такое мое решение проявлением не трусости и слабодушия, а ответственным шагом к переходу на иные, более эффективные формы борьбы с взорвавшимся чиновниками. Снявшийся кандидат добавил немалой работы избирательным комиссиям. Во-первых, предстоит проверить его высказывания. Кроме этого, теперь ТИКам придется вручную вычеркивать его имя из бюллетеней. Отметим ранее, кандидат от ЛДПР Сергей Дорош также намеревался отказаться от участия в выборах. Но позже передумал и заявил, что попытка уйти это проявление минутной слабости. Сейчас гонку продолжают шесть кандидатов. Алдар Дамдинов, Единая Россия, Сергей Дорош, ЛДПР, Михаил Слепенчук, Партия Роста, Байер Циренов, КПРФ, Оксана Бухольцева, Справедливая Россия и Байер Циденов, Гражданская платформа. Этим участникам придется идти до конца. Со вчерашнего дня снять свою кандидатуру стало невозможно.